Сегодня у нас в гостях следующие люди. Они, пожалуй, сами ставятся. Итак, встречаем. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, друзья, коллеги. Александр, спасибо, что пригласил. Знаете, до эфира готовил много материала и был удивлен, что хочу интересную вещь, на мой взгляд, сказать. Смотрел ролик. В этом ролике я услышал информацию, что одна сверхдержава очень много лет ищет национальную идею. И вот они уже в поисках и не могут найти. Я предлагаю национальную идею. Надо сверхдержаве, которая имеет ядерную промышленность, точнее, ядерные боеголовки, космическую программу, надо свои территории расширять за счет открытия других земель. Как известно, всем людям и человекам за Антарктическим кругом находятся необъятные, неизведанные новые земли. Поэтому, я думаю, сверхдержава может взять себе такую идею, так сказать, открытие новых земель. Это очень будет хорошая национальная идея. Люди сплотятся. Ну, наверное, верховные главнокомандующие откажутся от этой затеи. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, отнеситесь к серьезно и попробуйте, чтобы сверхдержава доказала вам, что Антарктиды не существует. Это все-таки, я думаю, не сложно. Все-таки, если в космос летают, ядерные бомбы лепят, то доказать отсутствие или наличие Антарктиды для сверхдержавы никакого не состоит труда. Но не так, как вот хорошо Юрий снял ролик про суперчеловека, который нам известен как Конюхов, который там неизвестно где летал, но он нам сказал. Это должна быть непрерывная трансляция 20 камер всевозможных, так сказать, объективов, которые полностью зафиксируют антарктические, так сказать, границы. Вот, поэтому национальную идею я предложил. Создавайте форумы, собирайте подписки, пишите главнокомандующих. Народ требует, потому что единственным, кто управлением является в государстве, народ. Поэтому народ изъявляет узнать, что находится за антарктическим кругом. Вот, посмотрим, что скажут, так сказать, верховные правители. Они могут сказать, да может не надо, да ладно, живите на маленьком глобусе, на котором вы нарисовали. Вот, так, теперь в двух словах по поводу, я решил расширить границы. Надеюсь, демонстрация видна. Значит, так как наш мир миллиарды раз больше, то на поверхности этого огромного мира находится огромное количество сот. Ну, их не сосчитать, их мириады. Ну, приблизительная цифра угол. Или, точнее, не угол, а гугл. Я его впервые услышал в 85-м году по радио и узнал, что в этой цифре 100 нулей. Вот, так вот, на нашей огромной планете, которая еще помимо этого идет слоями, как пирог Наполеон, приблизительно 9 слоев. Хотя, может и больше, потому что планета не статична, она постоянно растет и так далее. Находится бесчисленное количество земель. Значит, мы, наша маленькая землюшка находится в одной соте, которая вместе соприкасается еще с тремя землями. Ну, допустим, справа это новая Швабия, приблизительно, куда Гитлер свалил. Или, наоборот, слева Швабия, а справа другая. Значит, есть в этой соте... Так, что да, новин. Да, в этой соте есть ячейка. Значит, в каждой ячейке у нас находятся по три солнца лампочки. Есть отдельно солнца лампочка, которую полярники видят, она все время по кругу ходит. Они это все снимают и знают, что лампочка никуда не уходит. Есть отдельно, допустим, африканское солнце и, скажем так, средняя ячейчная. Вот, значит, в ведических знаниях, хоть они искажены, все равно описано про сворожий круг. Несмотря на то, что у нас существует в каждой ячейке по три лампочки, есть еще одна мега, скажем так, лампочка, ярила, мы ее именуем. Она ходит по вот этим ячейкам. В ведах это называется сворожий круг, то есть небесный путь, по которому движется ярила солнца. Ирила солнца отвечает исключительно за смену времен года. Отсюда у нас название осталось «три земли, девять солнц». То есть в наших сказках осталось «три девять земель». То есть тут уже сразу становится все на свои места. И поэтому иногда, особенно зимой, потому что атмосфера сильно разряжена, или как-то так, пускай уже физики придумают термин, неважно, мы видим в небе два солнца одновременно. То есть гигантское солнце Ирила, которое ходит по ячейкам, и статистическую лампочку, которая то затихает, то угасает. Кстати, забыл озвучить сейчас, это просто мне человек задал вопрос, я думаю, будет ему приятно. Мне три месяца назад Трамп М спросил, как обстоит дело с Солнцем. И вот я Трампу М по возможности отвечаю. Есть вот эти все приколы, они спрятаны у нас на планете. То, что я вам показал. То есть мы имеем соту, внутри соты шестигранник. Поэтому все символы, вот давайте посмотрим символ, у нас есть глазик, который смотрит, видим землю, шестигранник. Это я не подгоняю. У масонов то же самое. Мы видим шестигранник, глазик и, так сказать, ячейку. На египетских картинках мы видим то же самое, глазик. И вот наша сота. Очень древняя, уникальная карта. На ней показаны пути движения трех лампочек. Это я сделал стилизацию. Сварожий круг, это участок и так далее. Вот. И опять же, люди запереживали, что я сказал, что я соту забрал. Я соту не забрал. Но, смотрите, мы можем жить и в соте, и в ячейке одновременно, как показано на этом рисунке. С какого ракурса посмотреть? Если посмотреть на подсолнух, то мы видим, что наше, помимо общей уже известной шоссотовый мир, мы еще находимся в ячейках, как в подсолнухе. И еще в двух словах скажу, кто интересуется, что такое звезды на самом деле. Звезды это самый обыкновенный планктон, который находится в верхнем океане. Но из-за того, что он очень гигантских размеров, то мы, так как живем для этого планктона секунду, мы не успеваем увидеть, как он перемещается по поверхности. То есть, если кто-то из вас бы прожил миллион лет, то он бы увидел, как небесный планктон сдвигается со своей точки. Но так как мы, как бабочки, живем секунды, понятно, что та звезда, которую мы называем звездой планктон, в сотни тысяч раз больше нашего земного кита, мы неподвижны. Вот как муха, когда мы замахиваемся, она медленно видит, как ее рука наша накрывает. Поэтому мы для мухи двигаемся медленно. Вот представьте существо, которое в сотни тысяч раз больше. И как бы в завершении хочу сказать, просто ту информацию для подписчиков своего канала я сказал не новую, но чтобы для них была новая. В данном случае я в картах, в книгах, в манускриптах Хвойнича нашел древнюю карту наших ячеек. То есть вот смотрите, Асгарда, здесь в Асгарде это вид сверху, ледяной круг, и здесь показаны выход в соседние соты. И здесь же мы видим на древней... Это Асгарда, это Асгарда называется. Стоп, это что, ледяной препарта? Откуда он должен? Меня закинул Сергей Ашкин. Ну, я, наверное, уйду и не вернусь, наверное. Так, погоди, погоди, Катлероз, Вячеслав, Слава, отставайся, у меня вопросы есть. Меня Сергей Анатенко зовут, кстати. Очень приятно, Сережа, познакомься. Я автор роликов про разрешение теории плоской земли. У меня два ролика про разрешение теории плоской земли. И еще два ролика по доказательству того, что Земля шарообразная. То есть я решил в следующих роликах не делать рекламу о теории плоской земли. Не снял. Так что заходите на мой канал, смотрите. Очень интересный ролик. Хорошо, давайте тогда я маленько вопросу позадаю, Вячеслав. Вячеслав, как бы, у нас активный сторонник. Теории сотовой земли. И у меня возникает вопрос по поводу гравитации. Что еще раз скажет про гравитацию? Чувствует ли гравитация, во-первых, как представление современной науки? Во-первых, что значит сотовая земля не может расширяться? Ну, во-первых, мне часто задают вопрос, где я эту информацию взял. За последние 200 лет я являюсь единственным человеком, которому удалось выйти в информационное поле и сообщить истинное положение вещей. Предпринимали очень много людей попытки, так сказать. Ну, видите, мне улыбка судьбы. То есть, я... Ну, постой, а почему психи, психушки? Так вот, значит, сотовая земля нестатична. Вот представьте, подсолнух в начале лета, он одной формы, в конце лета он уже такой. Наша планета постоянно растет, то есть, она постоянно растет, меняется. В отличие от всех теорий, у меня догма, потому что даже теория, даже официальная, это все равно теория. И люди не знают многие терминологии. Теория это предположение. То есть, физики, шмизики, они как бы допускают, что земля маленькая и круглая, но они доказать этого не могут. Они предположения. Я доказываю с легкостью. Садимся, как говорится, в Антарктиду и плывем. По поводу притяжения. Все притяжение зависит от, скажем так, насыщенности на нашей ячейке. То есть, допустим, сейчас она сильно, ну, скажем, плотность ее несколько сотен лет назад была, допустим, как в речке. Ну, может послабее. То есть, ведь нас тоже окружает и кислотность. Точнее, вода. Это все вода, но она, скажем так, разряженная. Поэтому люди, которые жили тысячу лет назад, они достигали роста 40 метров в высоту, скажем так. Потом атмосфера разряжалась, уже до 7 метров доходили. И вот это мы сейчас такие, что маемо, то маемо. Поэтому, если вы прыгаете в речку, в воду, то вы будете очень медленно опускаться на дно, потому что плотность воды не позволяет. Поэтому и раньше люди, у нас только осталось воздухоплавание. Плавать по воздуху. Вообще, морякам лажу сказали, они, когда им говорят, вы плавайте, они говорят, мы ходим, а плавает только это самое. Ну, я понимаю, что им сказку рассказали. Вообще, вот именно, что корабли всю жизнь плавали и по воздуху, и по морю, и в космическом океане. Поэтому, чем атмосфера плотнее, тем мы, нас не так сильно к земле, скажем так, это опускает. Чем она плотнее, тем мы можем перемещаться. Если кита сейчас вытащить на сушу, он раздавится под собственным весом в лепешку. Просто, и, как говорится, ему не хватает вот этой плотности. Не знаю, объемно я ответил про гравитацию или нет? Да, очень объемно. Даже через черт. В основном бывает по-разному. Есть такое понятие скрипты, когда небесная канцелярия захочет писать скрипты, то мы будем на ушах ходить. Не пытайтесь понять уровень богов в нашем, скажем так, маленьким муравьиным мышлении. Не пытайтесь его понять. Вечтав, сейчас сказать хотелось бы более подробного ответа. А у меня получается, скажи, или это... Ну, хорошо, скажи просто. Есть гравитация или нет? Ну, это как бы самое такое поставленное. Нету гравитации. Откуда ездят? А, нет гравитации. Хорошо. То есть, а почему мы тогда не улетаем? Это очень легко объясняется. Мы, допустим, сейчас не можем, многие из нас доказать, но почему некоторые люди могут это левитировать? Потому что гравитация, это немножко-немножко другое. То есть, вот я приводил пример. Девочка в 4 годика заснула литургическим сном. И проспала более 30 лет. Когда она в 34 года проснулась, у нее так бы и речь вот этого ребенка 4-летнего осталась. Она так и говорила, что когда я проснулась, я всех пугала, вот это по воздуху ходила, сквозь стены проходила. То есть, ей не сказали, что гравитация или что-то в этом духе. Поэтому она еще неделю по воздуху ходила и сквозь стены проходила. Хорошо, Вячеслав, ты умеешь левитировать? Да, все умеют, но только забыли. Это ни к чему. Так, ребята, у нас здесь есть в эфире люди из сообщества наследия. Я так понимаю, они к этому вопросу более серьезно подходят, чем Вячеслав. У них более весомые аргументы. Правильно я? Какие могут быть весомые аргументы, если никто не видел, что за Антарктидой, кроме меня, находится в эфире? Вячеслав, ты вот оперируешь такими вещами, скажем так, на уровне собственных ощущений. Инсайтов, озарений. Ну вот, национальная идея. Сверхдержава собирает экспедицию. Просто это не очень весомо для тех, кто это слышит. Но если сверхдержава не в состоянии доказать, что Антарктида есть или нет, вы от человека хотите? Я и так много сделал. За последние 200 лет единственный, кто озвучил истинное положение вещей. Ну, хорошо. Я разговариваю, что это очень более весомый аргумент. Итак, слово сообщество наследия. Да, наследие, пожалуйста. А звука нет? Вообще, у нас в онлайне есть замечательный исследователь Юрий. Вот если он правильно посмотрит на ситуацию, он просто не с той стороны заходит. Он с легкостью сможет вам доказать, что земля сотовая. Но Юрий почему-то этого пока делать не хочет. А придет. Рано или поздно. То есть придет. Никаких доказательств не будет. А просто... Вот видите, Юра обиделся и ушел. Я куда бы его... О, я расстроился. Рад тебя слышать. Юр, привет. А я... Картинка исчезла. Я думаю, все. Все пропало. Нет, я не знаю. Я рад. Ну, пока может Юрий. Он же мега-спец. В отличие от меня, он все цифрами всех убивает на повал. А я пока только достоверными знаниями. Это хорошо. Я их, кстати, сам качественно создаю. Ребят, ребят, пилите свой канал. А то Вячеслав уже запилил канал. И людям голову маучит. А вы вот запилите и будете людей просвещать. Он людей обманывает, а вы будете... Понимаете, чтобы людей просвещать, надо либо отталкиваться от тех учебников, которые нарисовали. Либо напрямую подключаться к информационному полю и давать абсолютно новые знания, которые мне удается давать. За последние годы никому не удавалось озвучить подобное, что я озвучу. Никому. Абсолютно внести новый взгляд на достоверность. Что происходит вообще? Да, давайте... Это эфир или балаган? Во-во-во-во. Что такое? Не, ну мальчика вот это позвали специально, чтобы он это эфир ломал. Поэтому я имею в виду бро. Причем никто не знает, бро существует или нет. Это фантом. Вот я есть. Смотрите, Вячеслав Котляров. Вячеслав, Вячеслав, еще такой момент. Ты говорил, вот меня нет, а как же тогда я... На самом деле я такой запуганный и убегу в другую комнату. У фантома есть другая комната. И ты говорил, что на самом деле это запуганный. Ты сам себе противоречишь. Значит, уникальные книги нашел по генной инженерии. Значит, эту книгу еще никто не смог перевести. Это кодекс Серафинии. И также тут еще есть изображение из книги... ... ... ... Здесь описывается подробно про жизнь в других ячейках. Про генную инженерию. Те, кто прилетит из другой ячейки и увидит нашу кошку, он может ужаснуться, насколько она уродливо выглядит. И также мы, когда увидим живые существа других ячеек, мы будем в шоке. Мы будем думать, что это за абракадабра. Вот. Поэтому книги еще никому не удалось перевести. Есть советский мультик Мутобор, где тоже подробно рассказывается про генную инженерию. Вот. И... ... ... ... ... ... ... Смотреть этот мультик опасно для всех системных. Да, да, да. Не рекомендую. Я обычно такое добавляю на эфире региона. Ну, кстати, вот прорвался в этот, придется, похоже, и в этот добавлять. Ну, вот отсюда. Значит, есть специалисты утверждают, что так выглядит космос. Ну, в принципе, я с ними согласен. Это всего лишь часть космоса. Но на самом деле... Вячеслав, Вячеслав, что такое космос? Это океан какой-то, да? Вот, я показал на скриншоте. Значит, смотрите, вот наша планета. Вот так выглядит часть космоса. То есть, в нашем муравьином понимании, для нас он может быть что угодно. Океан. Мы можем жить в какой-нибудь банке трехлитровой. И думать, что мы это... ...супергерои. А на самом деле, мы настолько мелки для этого. Мы можем как угодно быть. Или сердце Бога. Или микроб на чем-то пальце, наша планета. Поэтому, я вообще за другое ратую. Давайте вначале соседние ячейки, это нашим физическим путем поедем. Это посмотрим, как там люди живут. И потом будем думать, как от их избавляться. А космос, вот он. Я вам показываю. Смотрите, вот наша планета. Вот это полностью так выглядит космос. Но не забывайте, что наша планета в миллиарды раз больше, чем мы себе это можем представить. В книге «Космонавты или астронавты в лохмотьях» подробно авторам описано, как между разными мирами перемещались люди. Между верхним и нищним. Есть якобы предположение, что это карта космоса нарисована. Нет, это нарисованы соседние ячейки. Еще даже добавлю со знаками зодиака. Многие говорят, это созвездие. Ничего подобного. Это не созвездие. Это чертоги. То есть наши предки, допустим, называли эти же чертоги. Там чертог Вепря. Или чертог, допустим, Буслы. А другие народы называли те же самые чертоги своими именами. То есть, допустим, одни народы называют Луна, а другие говорят Мун. Вот стилизация, допустим, в центре находится наша сота, а вокруг нашей соты находятся другие чертоги или соты, которые имеют свои названия. Но у нас, предположительно, по умолчанию, наш чертог называется чертог лисы. И что, почему вот этих сот, чертог, 12 штук? Это ближние? Нет, это которые к нам ближе. Это на самом деле... Почему их 12? Их миллиарды. Не-не, а в созвездии 12, в созвездии 12, почему, почему в созвездии 12? А потому что тех, кто нам нарисовали, они повыкидывали много. Вот вы знаете, что оригинальная сказка Колобок, Колобок встречается с 16 персонажами. А до наших дней дошло, сколько он встречает? Трех, четырех? В оригинальной сказке Колобок, как мы знаем, Колобок это наш космическая луна-арк. Которая путешествовала по чертогам. Это тоже вопрос. Откуда эта оригинальная сказка есть? Где-то этот текст или сколько еще? Вот чем мой конек, что я выдаю информацию, которую невозможно нигде найти ни в одной земной библиотеке мира. Вячеслав, в совместном проекте я прерву, можешь свернуть демонстрацию? Продолжайте, но давайте все-таки продолжать в русле беседы, в заявленные темы, а не вообще фристайла по созвездиям и прочим приколам. Для этого мы можем отдельно их переставить. Если зависит от цели, пишите в чате, если вам это интересно, можем усвоить сегодня второй текст. Ну это совокупность. Невозможно разбирать, как говорится, машину по частям. Либо мы на нее смотрим полностью и она едет, либо если мы вырываем из сегмента какой-то момент, то картина полностью не получится мира. Чтобы сотовую землю понять, для этого прежде всего надо перелопатить тонны существующей литературы, в которой в той или иной мере сообщаются детальные подробности о жизни в других сотах. Ну а потом, если подвезет, коннектится напрямую к информационному полю. И главное не сойти с ума. Потому что это очень тяжко. Многие, кто не выдерживает, сейчас находятся в специальных лечебных заведениях. Упочтение. Я выдержу паузу, чтобы не постоянно эфир собой не забивать. В надежде, что кто-то там Юрий или еще друзья наши могут. С одной стороны, у нас люди уже слышали некоторые аргументы. Ну вообще, о том, почему кто-то решил, что земля плоская. Но Вячеслав у нас продвинутый эксперт в этом вопросе. Он как бы переходит к таким темам, которые неподготовленные зрители вообще не понимают. А подготовленные тоже, может, нельзя. В непонятки выпасть. Честно говоря, я вот смотрел ролики Числава и... Там действительно нет никаких фактов. Они все повторно рассказывают. Да, человек не делился на широкого зрителя и говорит о аргументах таких, которые можно проверить. А какие факты официальной теории? Вот, смотри, Числав. Это факты сказ, фильмы. Это не факты. И там, мне, честно говоря, умиляет этот момент, когда есть походительный корабль перейти в Антарктиду. Если мы открываем историю, мы видим, что там были БВС США, и там русские были. Всего там только не было. Нигде не нужно в стране Антарктиды. Там есть вот такое вот магнитное поле, которое перейти невозможно. А если я скажу, что в Антарктиде живут люди, и там климат, как в Африке или в Австралии. Вы знаете, что 80% территории, там, как говорится, пальмы и бананы, там люди живут. В Антарктиде. Ну, я видел, да, есть фотографии, что там есть артилы, там, где-то... У меня даже видео есть. Ребята, 4 миллиона стоит поездка в Антарктиду. То есть вы не знаете... Ну, бесплатно на своей лодке, да, можно... 4 миллиона в один конец. Есть понятие... Течи, с которой мы не должны вступать. Вот нам поставили, вот, говорит, наша есейка, вот наша земляка. У нее есть купол, и за него заходить нельзя. Да, это, разумеется, да. Но я хочу о чем сказать? О том, что, так сказать, непонятно, о чем вообще спорить. Ну, то есть, вот, говорят, аргументы какие-то, там, в пользу плоской земли, там, не в пользу плоской земли. Если давно уже известно. Еще, значит, с какого... Седьмого века известно, что земля, ну, плоская, понимаете? О чем здесь, ну, спорить можно? Вот, если это общеизвестный факт, по-моему, дело. И только... Согласен. Сравнительно, вот, да. Полностью согласен, подписываюсь под каждым словом. Все правильно было сказано. Зачем доказывать то, что и так уже известно еще с времен всех потопов? Любой человек знает, земля плоская. Вот кто-нибудь вообще может объяснить это, уровень океана мирового, за счет чего поднимается? Или вы будете отрицать, что он растет ежегодно? Я вот, допустим, ответ знаю, за счет чего война... Ой, война, пускай будет война. По официальной версии, Антарктида тает, и уровень из-за льдов поднимается. Ай... Насколько, Вечтав, насколько он растет ежегодно? Давайте цифры оставим для гениальных физиков, и математиков, и теоретиков. Давайте я вам буду просто сухо констатировать факты, а вы уже, если сможете опровергнуть, опровергайте. Значит, начнем с того, я вообще для лекции... Перекрю тебя немного. Значит, тогда у нас там идет какая-то озвучка доната. Итак, Вячеслав, продолжай. Значит, в двух словах это. Я вообще иногда для лекции своих, точнее беседы, лекции это громко сказано, просто беседы с слушателями, зрителями готовлю, но иногда хочется и в эфире поделиться своими открытиями и наблюдениями. Значит, пресловутые те же пустыни, как нам говорят, увеличиваются каждый год, допустим, к примеру, на один метр. Да, действительно, они увеличатся. Но опять, за счет они еще увеличатся. Причем уровень поднятия Мирового океана полностью зависит от роста песка в пустынях. Сейчас объясню, как это происходит. Техногенная цивилизация под условным названием Кавачи и днем и ночью трудится. Значит, наша ячейка была полностью из земли. Придет время, и это будет вся водяная гладь. Так вот, отработанный материал они вывозят либо в соседние соты, то, что им нужно, а шлак, они просто, у них техника такая, что они, грубо говоря, в песок ее перетирают и рассыпают, как говорится, у нас в пустынях. За счет этого пустыня и растет. Так уровень Мирового океана поднимается исключительно из-за того, что площадь земли уменьшается и Вселенский океан, который ниже нас находится, просто поднимается на поверхность. Придет время, когда здесь будет фильм, водный, как там он назывался, американский фильм? Водный мир, да? Водный мир. Водный мир, да. Это будет, это не фантастика. И, кстати, меня поразило еще в двух словах такой неубедительный аргумент. Но мы не можем отправиться в Антарктиду, потому что нас там закалашматят, и мы не в состоянии. Во-первых, купола существуют везде, даже в нашей соте их миллион. Мы их проходим, не обращая на это внимания. Как это происходит? Берем ведро воды и просто с легкостью рукой достаем до самого дна, без проблем. Берем муравья, он достанет до дна? Нет, он останется на поверхности. То есть соотношение плотности не позволяет мелкому существу пройти. Поэтому в нашей ячейке существует, помимо основного купола над ячейкой и основного купола над сотой, существует бесчисленное количество куполов, которые объясняют северное сияние, которые объясняют белые ночи, которые объясняют радугу, которые объясняют практически все, что вам может прийти в голову. За счет маленьких куполов, то есть может один город быть под куполом, но вы его не видите. Вы проходите, как ваша рука с легкостью проходит сквозь воду, и вы не чувствуете проблемы. А экспедицию никто не соберет в Антарктиду, потому что слишком слабенькие сверхдержавы США, Китай и так далее. У них просто денег не хватит, чтобы попасть в соседнюю ячейку. Ну не только денег, самое главное не хватит качества внутреннего мира. Потому что в соседнюю ячейку можно, как говорится, пройти, быть чистым душой, мозгами и так далее, совестью и тому подобное. А тех, у кого душа черная, он и к Антарктиде не приблизится. Все, сразу мозги, как кроваволновки сожгутся. Все, я пока все. Коллеги, я не понимаю, зачем какой-то песок каких-то индейцев там приплетать, если, так сказать, мы с вами сошлись, во-первых, на том, что вот эти вот ракеты, они, значит, которые запускаются, да, они взрываются там, ударяясь об этот купол, естественно, они его повреждают. А еще в хадисе досточтимого Сахиха Аль-Бухари еще говорится, что, так сказать, между вот этими семью уровнями, да, ну, семью небесами, как раз именно находится вода, понимаете? То есть совершенно логично, когда вот эти ракеты, они... То, что я и говорил. Соответствующие вот эти вот уровни, да, небес, понимаете, естественно, вода начинает протекать. И, естественно, она, так сказать, увеличивает неуклонно, понимаете, уровень, ну, уровень именно вот этой вот воды. То есть это самое простое, я считаю, ну, и логичное объяснение здесь будет. В основном бывает по-разному. 200 вариантов на один... Мне настолько приятно, и, по-моему, это как, сообщество наследия сейчас это общается, да? Или я ошибаюсь? Нет, 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 это... Я независимый эксперт. Вот эксперт мне приятно... А как, как? Нет, 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 няша МПФ. Няша. Вот человек настолько все подтверждает то, что я сообщаю уже в течение трех месяцев, вот практически в слово в слово. Кстати, вода появлялась у нас, затапливалась как из купола, так и снизу. Неважно, откуда она течет. Все, что я услышал, это просто дополняет меня. Может, не знаю, уместно будет или нет сказать про Аллаха, потому что многие люди не понимают исконное значение этого слова. Я его переведу на современный язык Алл. Это все или много или все. Ла это Бог или любовь. То есть, любовь и Бог это одно и то же. Поэтому Аллах на наш язык переводится миллионы богов или множество богов или миллиарды богов. То есть, и получается, я сейчас слышу, дискриминация идет славяне, так славяне означает с ла, с богами. То есть, те, кто идут с богами. Наши предки богов называли Аллах. Когда не было религии, всяких там концепций, когда было единое ведическое, единые ведические знания, наши предки называли богов Аллах. То есть, всех сразу. Круто. Значит, Вячеслав, почему сторонники теории плоской земли и сотовой земли с ячейками до сих пор не сгоняли на край земли и не захотали все это дело? Знаете, сколько уже сгоняло и никто не вернулся? А все почему? Правильно. И всех захватили и уничтожили, да? Да, я в одной... Просто невозможно туда попасть. Ну, почему? Ну, шарятся люди постоянно между ячейками. Ну, возможно, это глупо. Ну, за сколько лет никто не смог попасть, а вы сможете попасть. Ну, надо было Рыбникова позвать. Нет, один годик у попал, но это тоже не факт. Гипер, да? Ну, с Рыбниковым сложнее. При всем моем уважении он ссылается на древних мореплавателей, на приживальских и на картографов. То есть, лично уважаемый человек сам не проверил, но при этом он говорит, что... Нет, подождите, подождите, Рыбников был в Антарктиде. О, кстати, парадокс том, золотые слова. Даже без моего монтажа, если чистый его ролик смотреть и правильно смотреть, он говорит одно, а думает третье. То есть, он постоянно в ролике сообщает то, что я всегда говорю. Он, помните, все время говорил, земля... Солнце постоянно ходит по кругу. Естественно, оно ходит по кругу. Естественно, оно никуда не удаляется. Сейчас вот Сергей Тарасов, у него есть видео, где человек приблизительно там же живет, и он отснял, что солнце никуда не уходит. А если взять сварочную маску и посмотреть на нашу лампочку, то она будет двигаться как ярга. Ну, точнее, большое солнце называется эрила, а маленькие лампочки называются ярга. И оно будет как вот калаврат, четко такое изображение. Ну, лично на лампочку не смотрел. Что мне на лампочки смотреть? Я могу и в комнате посмотреть. Вот, поэтому... Ладно, ребята, помогает тебе написать, значит, библиот, заточенного в соте. Ребят, вопрос. Тут была озвучена мысль, что ракеты взлетают, ударяются от купол и взрываются. Почему мы не видим, что они взрываются? Почему нет видео, что они взрываются и так далее? Ну, как мы не видим, что мы взрываются? Только что был разговор, что целое есть видео, так сказать... Петрозаводская о том, как взрываются эти ракеты. А на самый космический аппарат «Союз», например, или вот этот пресловутый «Аполлон» и так далее. Мы видим, что это, в общем-то, по всей видимости, глубоководная, так сказать, на самом деле техника. Она очень, вот, если две фотографии, я просто не могу, я сейчас с телефона, вот, но не могу вам показать. Но на самом деле, вот, каждый может самостоятельно загуглить и убедиться, что фактически это вот одно и то же. А, кстати, поймайте космонавта и спросите. Вот, кстати, Дмитрий Медведев был в космосе, есть много видео по этому поводу. Задайте человеку вопрос, как там оно на орбите, Антарктида есть или нет. Ну, человек в космосе был, вы же видели это видео? Ну, по-моему, все... Ну, как это, мне найти это видео, это... Кстати, сразу хочу сказать, Вячеслав тут говорил, что уровень мирового океана повышается, да. Ну, на самом деле, мы не видим ни подтверждений, никаких ни видео людей, которые живут непосредственно около океана, да. Я сам лично езжу каждый год отдыхать во Францию, да, у меня есть об этом видео, вот. И тоже из года в год я не наблюдаю, что там какой-то уровень повышается, что там какая-то катастрофа происходит. То есть этого нет. А мы далеко не будем ходить, мы нырнем по периметру Черного моря и увидим по всему периметру огромное количество затопленных городов. Не надо далеко, то есть еще 200 лет назад уровень Черного моря был значительно ниже, и по всему периметру были города, поселения. Это все можно найти с легкостью, даже имея акваланг и так далее. Ныряете и заплываете в дома, собираете монеты и общаетесь с русалками, только вежливо. Вот, поэтому... Уровень океана действительно растет, это же и статистика об этом говорит. Нам ученые спичивают то, что ледники тают, и уровень океана растет. Да, у соседних соток техника такая, что она не сбавляет скорость. В соседних соток такая... Который, в свою очередь, никакого факела, естественно, не дает, потому что он просто там воду через соответствующее отверстие забирает и отбрасывает ее с ускорения. У нас же перспектива, как объясняется официально, то, что чем выше ты поднимаешься, тем дальше ты видишь. Даже на ровной плоской поверхности, правильно? Да, правильно. Но, тем не менее, вот эту вот изогнутость мы не видим. То есть, сейчас получается, что мы четко видим линию горизонта. Вот эта линия, она у нас примерно, скажем, в пяти километрах находится, да? А, соответственно, маяк находится дальше. То есть, если бы это было... Если бы у нас не было истребления, и зогнатости, то мы бы вот эту вот линию перед маяком мы бы ее не увидели. Ну, вот, кстати, вот, собственно, вот с высоты мы, в принципе, и не видим здесь вот этой линии. То есть, здесь, к сожалению, четкость была не слишком хорошая. Но, тем не менее, если так вот посмотреть, то видно, что горизонт он дальше. То есть, вот здесь вот нет никакой линии перед маяком. То есть, еще раз, вот... Это интересно так и должно быть. Если мы на стол поставим карандаш и будем смотреть с уровня стола, мы будем видеть линию. Но, если мы поднимемся выше, линия будет дальше, естественно, на горизонт, на плоскую. При... да, при том, что стол плоский. Естественно. А, и что у нас... Нет, ребята, вам надо просто открыть... Открыть в Википедии демонстрацию на экране. Я просто с телефона сижу. Откройте перспективы и как вот... Ну, перспективы, загуглите в Википедии. Как вообще работает перспектива? Это все объясняется с теорией и плоской земли. Можно, конечно, к этому прикроить, можно и шлообразность, но... Нет, нет, я не говорю о перспективе, а я говорю о том, что вот с высоты... Так и должно быть... Небольшой высоты мы не увидим, мы не увидим линию перед маяком. А если мы спустимся вниз, с такого же расстояния, мы не увидим. Правильно, так и должно быть. Но это на плоскости тоже работает. Конечно. Нет. Как нет? Я говорю, дома у тебя есть стол? Тома у тебя поставь на стол, не знаю, тюбик там, бутылёк и попробуй. Ребят, мне в комментариях уже писали про стол. Никто этого видео не сделал и вообще... Ну что, зачем его делать? Я же тебе какой-то Тома там попробую. Как ты, пожалуйста, сделал это видео. Какое? Со столом? Конечно. Ребят, я пришел на берег моря и сделал вот это видео. Вы со столом попробуйте, снимите видео, где будет вот так вот стол, будет появиться вот эта линия перед столом. Давайте попробуем. Появится, конечно. Появится, ничего. А во-вторых, то, что здесь скрывается часть от маяка, небольшая, да, нижняя там часть вот этой земля, она не скрывается на самом деле. От воды идет нижний мираж такой к понятию, как вот это испарено, которое. И поэтому кажется, что скрывается вот эта часть. На самом деле там ничего не скрывается. Если мы возьмем более мощный телескоп и посмотрим туда, мы увидим полностью маяк с этого же самого места до самого основания увидим. Ну, более мощного телескопа у меня не было на тот момент. Вот как бы такое видео. То есть я понимаю, что вот эти мои материалы, вы можете там подвергнуть сомнению, но тем не менее каждый человек может сесть в самолет, полететь, увидеть восход-заход и, соответственно, проверить вот эти данные. То есть вот принцип вот этого подхода. Нет, подожди, я не совсем понял. То есть ты хочешь сказать, что Солнце восходит как на земле, так и на высоте одинаково? Нет, нет, не одинаково. Восходит на высоте раньше, на 40 минут, чем на земле. Больше шансов тебе увидеть Солнце. То есть бывает такое, ты наблюдаешь закат, но поднялся на 9 этаж здания и Солнце, и второй раз провожаешь закат Солнца. Это нормально. Сонарите, сонарите. Хорошо, что такое в вашем понимании плоской земли Солнце? Это что? Добрый вечер. Это, вот есть один из крайних роликов у Юрия. Он великолепно показал в этом ролике, что если бы Солнце было то, которое нам нарисовали, у нас бы постоянно был день. Вот зайдите на канал Юрия. Он там все раскладывает по полочкам. Именно, как говорится, в отличие от меня, человек бьет фактами, а не рисунками. Давайте я вам тоже сейчас покажу рисунок один, точнее видео, и еще скажите, что это фейк. Готовы к видео? Да, смотрите. Значит, на экране сейчас появится, надеюсь, это демонстрация моя пойдет. Идет демонстрация моя? Вот здесь люди, люди сняли, ну это то я, то звука нету, это, короче, смотрите, в чем смысл. Здесь засняли плоскость до того момента, куда только можно было заснять. Здесь показывают 700 футов, хотя если мой ролик захотите посмотреть, там, сейчас будут выше подыматься. Сейчас подыматься на высоту, ну сейчас кто-то скажет, это компьютерная графика, это инопланетяне Котлярова опять подкупили, чтобы всех обманывал, это вот 1000 футов. В других ячейках с нас смеются, пальцем крутят у виска, говорит, Слава, говорит, да успокойся ты, говорит, уже здоровых людей нашли, больше не напрягайся. Занимайся созданием компьютерной игры и хватит кому-то рассказывать истинное положение вещей. Вот 1500 футов высота. Кстати, на фоне в оригинальном ролике играет музыка, которую я с другом написал в 2003 году, на той еще примитивной, скажем, технике по тем временам, по современным она очень примитивная. Озвучить так не удалось. Кому музыка понравится, могу текст скинуть, споете песню, песня Великобритания. Вот футов 8, 800 футов. Ну это ж, ну явно видно съемки, что это снимают, уже на такой высоте земля бы закруглялась, ну математики, теоретики. Нет, я не согласен. Ладно, сейчас будет выше, окей. А вот лампочка, лампочку увидели? Лампочка только что была в кадре. Солнце. И причем, настолько она была близко, вы обратили внимание, сейчас будет высота 100 тысяч футов, или я неправильно говорю? Сколько километров? Ну фут, по-моему, сколько? 700 метров километр? Или я ошибаюсь? Ой, 700 футов километров. Ребят, прочитайте. Вот сейчас еще выше подымется. А когда выше подымется, слабонервные отпрыгают, потому что там будет Антарктида безо льда и с Африками. Ну, кстати, вот на этом видео, которое изображено, на секунду на 20 назад отмотает, а на Антарктида тоже отмотает. Да, отмотаем. Я мотаю, 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 мотаю. Идти вперед, наоборот. Ну, пускай своим ходом дойдет, потому что... Что-то не тот ты узрел? Да, сейчас... Ну, вот это с самолета, я так понимаю, так еще человек на Дельтан... Как человек дышит на высоте 800 футов? Ой, 8800 футов. Это же человек же в Дельтаплане. А вот лампочка. Стой, а паузу поставь. Ну, возможно, это перебор. Смотри, а антенна кривая какая-то, она тоже искупляется, да? Возможно... Есть подозрение, что видео искупило. Есть подозрение, что в другую сторону его искупляются. Ну, чтобы сделать землю плоскости. Ай-яй-яй, да? Пришла вопрос, а вообще, откуда это видео... Ага, там можно комментировать. Мне закидывают видео, и это с американского какого-то ресурса, какой-то, ну, короче, американский канал какой-то. Ну, то есть неизвестно, откуда это видео идет, кто его делает и так далее, правильно? Да мне уже хватило там, где полторы тысячи футов, где парень залез на вот эту вышку, и дальше уже можно не лезть. Я вообще сам себе, я уже, как говорится, не доказал, как говорится, зачем мне доказывать вам, что я в квартире, когда я знаю, что я в квартире. Зачем мне вам доказывать, что наша планета в миллиарды раз больше, когда я это знаю? У меня другие задачи, я и так уже слишком много сделал, даже те труды, которые я предоставил, их разгребать современным физикам, теоретикам до конца их жизни, и не разгребут. На самом деле, конечно, объективным хочется быть, в любом случае не забывать об этом. У меня, я просто свои пять копеек вставлю, попозже подключился, только освободился. С самой плоской землей вопросы до сих пор открыты и есть даже для меня. А вот вопрос с тем, вращается она или нет, я сразу для себя, когда столкнулся с этой всей идеей, я сразу понял, что что-то нечисто с вращением земли, и то, что она не вращается, это для меня практически 99%-ный факт сейчас. Правда. И нет ни одного доказательства в пользу того, что земля на самом деле вращается. Нет, ну а, почему земля не вращается? Что такое вращается? Вокруг, какую оси надо определиться сначала? Потому что вращение всегда происходит вокруг какой-то оси, понимаете? То есть она по твоей версии вогнутая, правильно понимаю, да? Ну нет, она, почему вогнутая? Она плоская, да, над ней вот семь куполов расположенных, там. Ну и больше. Классическая версия, на самом деле, придерживаюсь, вот, которая, собственно, в священном Куране там излагается и так далее. То есть это, в общем-то, общепринято, можно так сказать, версию. Очень-очень высоко, значит, за всеми семью вот этими куполами, там располагается как раз вот этот самый трон Всевышнего Святого Пречистого. Ну, наши предки его называли Рамха. Ну, хорошо, неважно. Главное, что это и есть. Да-да-да, я слушаю. И совершенно логично предположить, что, собственно, и земля там, и вся вот эта система из семи куполов, она, собственно, вокруг него и вращается. Вокруг этого трона самого. Есть видео, где схематически про вот этот трон показано и рассказано. Сейчас я его найду. Очень, кстати, хорошо, что человек подкованный священными писаниями у нас в онлайне. Мне душа радуется, когда просто с точки зрения этих книг идет дополнение того, что я озвучиваю. Сейчас я просто найду видео, где это показано схематически. Здесь схематически показано то, что нам сообщалось с предыдущим нашим коллегой. Это наша сота и как она устроена в плане космоса. Да, это очень примитивно с точки нашего земного бытия. Но в любом случае здесь все детально расписано. Человек, который обладает отличным образным мышлением, очень быстро переводит эти схемы в действительное положение мира. Сейчас камера посадит, и там будет как раз показано и сообщено про богов, которые на вершине трона и так далее. Вячеслав, а можно какие-то доказательства без мультиков? Нет, сейчас это я помогаю человеку, который перед нами сообщал про Аллаха. Я показываю, как люди... Доказательства, самое простое, в состоянии ничего придумать. Вы будете озвучивать именно то, что уже как бы существует. И вот это самое простое доказательство. Я не смог бы этого придумать. Неужели непонятно чисто с точки... Либо вы тогда должны признать гениальным писателем, который умудрился создать гениальную фэнтези-мигу, которую до меня никто не создавал. Либо тут... Либо то, что так оно и есть. Тут вариантов немного. Потому что, опять же, не найти то, что я говорю, ни в одной земной библиотеке мира. Есть, правда, в Ватикане. Но там они на жестких дисках, на винчестерах и на компакт-дисках. Это цивилизация, которая недавно сравнительно погибла. И она не подойдет к нашим компьютерам. Хотя, те, кто ищет библиотеку Ивана Грозного, даже не предполагают, что это компакт-диски. Они ищут-то бумажки. Они знают, что у Ивана Грозного была своя Вайтмара, на которой он летал по соседним сотам. И, как говорится, диски прожигал. Вот в летописях страны Арии описано, что прилетел соседний сотый человек, достал железную книгу, ноутбук, распечатал серебряные круглые грамоты, то есть это компакт-диски, и раздал людям. Ну, в данном случае это индусы нам показывают свой мир. Передаю слово. Давайте, раз уж у нас разговор там зашел, о креольской силе, о вот этих вот полетах самолетов, давайте мы уже поднимем-то эту тему, почему они не промахиваются мимо взлетной полосы, если под ним вращается земля. О, отлично, отлично. Никто не может их видеть. Никто. Действительно. Почему они должны промахиваться? Ничего себе. Они в тебя, смотри, смотри, ты влетел, 18 часов. Нет. Макс, ты пропадаешь, извини, я воспользуюсь, пока тебя интернет глушит. Юра в своем ролике вообще классно сказал, я именно уважаю. Там есть у него такая фраза, он говорит, а зачем куда-то летать? Взялись, подняли на воздушном шаре вверх, подождали, пока земля под вами прокрутилась до Америки. И присели себе спокойно. Вот правильно человек подметил, зачем куда-то летать? Поднялись, подождали, пока шарик прокрутился до Америки, приземлились и все. То есть, Юрий, он молодец. Он как-то, и ты тоже, Макс Молочага, я обожаю ваши ролики. Вот. Ну, надеюсь, у меня сейчас звук появился, и ты будешь с нами. Пытается внушить. Она вращается вокруг оси, которая параллельно поверхности ее расположена. Вот в чем дело. Да, если вы возьмете детскую юлу, то приблизительно вы увидите точную копию вращения нашей плоской земли в этой лунке. Да, у нее скорость, конечно, небольшая, но, уверяю вас, верхние потоки идут в одну сторону, а сама земля движется в другую. И получается стандартная ситуация. Сейчас я найду скриншот и покажу, пока слово передам. Также Аргас пишет, что Котлярова вызвал санитара, все скоро нормально приедут. Также ему пишут, что хватит. Все санитары под моей гидой. Они всем помогут. И Туридьгоев также рекомендует, Павел, попить воды, но его отпустить. В этом-то и проблема. Я почему-то поднимал этот вопрос. Военные и авиация используют именно теорию плоской земли. То есть расчеты все идут по плоской земли. Нет, это так и везде. Так даже в судоходстве. Просто если вот, Сергей, да, ты там не веришь, ты посмотри, просто задай вопрос, по каким картам плавают мореплаватели? До сих пор современные. Да, это не только и мореплаватели. Вот коллега Stix Oceanus, вот сегодня нет его с нами, но он и про геодезистов тоже осветил вопрос, что всегда применяется именно только вот низшая геодезия. Не высшая, где там какие-то тензоры, понимаете, понамешаны там, да, для красоты. А именно самая простая геодезия, где никакой там кривизны нет, у земля она плоская. То же самое и в геодезии, и на флоте, и как теперь выглядит, и в артиллерии, и в этом самом, как в воздухоплавании, там, понимаете, уезде земля плоская. Это, как говорится, факт. Пока это происходит, я зачитаю следующий вопрос. Итак, Саша Азимов пишет, Вячеслав, ответь, как по твоей теории в Антарктиде возможен полярный день и полярная ночь? Ну, во-первых, это не теория догма, а как по теории это... Я уже отвечал в начале за счет сон и куполов. Да, видите, как все просто. За счет куполов. Ну, сейчас человек, чтобы Саш не расстроился, что я так размазал это по тарелке быстро. Вопрос был задан, я сейчас две секунды. Как был задан вопрос, это... За счет Антарктическая ночь, да, это... Смысл того, чтобы долго не размазывать. Так как у нас три солнца и неограниченное количество куполов в нашей ячейке, за этого бывают всевозможные преломления, как и визуальные, так и на физическом уровне. Ну, это пускай физики, но у нас же физиков ни одного нету в нашей соте. У нас все физики аферисты. Ну, вы посмотрите, сколько народу пытается нас обмануть, что земля маленькая кругленькая. Аж противно, честное слово. Это вся сота у нас большой сумасшедший дом. Соседних суд смеются, говорят, да давайте ее затопим, детей спасем. Тут просто нездоровые. Всех на дно. Все, передаю слово. А мы просто сами себя затопим, если так дело пойдет. Да. Потому что чем больше вот этих вот аварий происходит при пробитии купола, понимаете, то есть в штатном режиме эта ракета, как бы она, понимаете, под свой размер делает просто, ну, отверстие вот, и там еще, так сказать, много воды не утечет. Просто мы затопим сами себя тогда. И даже из соседних ячеек даже не придется беспокоиться о том, чтобы там что-то затоплять и так далее. Мы просто сами себя затопим и все, вот если так будет продолжаться. В двух словах, а что все голову ломают? Вы у детей до 7 лет спросите, какая земля. И дети, которые еще до 7 лет все гениальные гении, они вам скажут, как выглядит земля на самом деле. Выяснить, какая земля, какой форма, это достаточно проблемно. Вопрос даже, я бы не стал так ставить, вопрос даже не о форме земли, с формой мы как бы уже определили. Единственное, о чем, так сказать, стоит еще дальше рассуждать, это вот оценить ее размер. Вот это вот действительно, так сказать, ну, интересный вопрос. Где кончается земля на самом деле? Ну, я говорил неоднократно, она постоянно растет. Ну, подсолнух в начале лета маленький, в конце огромный. И наша планета, она тоже растет. В мире ничего нету статичного. Все течет, все меняется. На месте ничего не стоит, стоит даже мысли. Вот, поэтому не удалось мне найти пока вселенную Плыкина. Не слышали? Кстати, Плыкин еще в 96-м году, ну, просто он не знал, что земля сотовая. Но Плыкин еще в 96-м очень близко подошел к тому, что я это рассказываю. Просто мне сейчас закидывает очень много информации, предполагая, что я с ней сталкивался. Но я в примере за мальчика 10-летнего Вячеслава Крашенильникова недавно узнал, ну, я уже говорил, он ушел в мир иной. Ребенок все то же самое 20 лет рассказывал назад то, что я сейчас пытаюсь рассказать. Другое дело, у него не было словарного запаса, который мог бы объяснить все. Мне пришлось 7 лет изучать лекции других лекторов, чтобы перевести на современный язык те знания, которые мне даются в открытом виде. Ну, вот попробуйте прийти в племя африканское, показать человеку компьютер и скажи, как это называется. Ну, он не скажет, как это, ну, коробка, да? Вот так и я, земля, да. Вот это очень оптимистичное со стороны Вячеслава было предположение, что земля, так сказать, она вот увеличивается. Я считаю, что здесь мы должны, по крайней мере, рассмотреться и противоположные, возможно, что она уменьшается. Я, например, слышал версию, что горы растут, то есть, как раз-таки это, ну, согласуется с версией его Технирова, точно сказал. А, например, он изучал только в одном... Да это нам говорят, просто вон про Конюхова Юры ролик посмотрите, нам тоже сказали, что Конюхов сверхчеловек. Вы понимаете, что про Колумба говорили, про Магеллана. Вы лично с Магелланом плавали? Нет. А то, что нам кто-то сказал, нам сказали, что земля маленькая и круглая. Ну, любой здравовышлящий человек понимает, что это научный бред и, как говорится, шизофрения. Сами подумайте, как может земля быть маленькая и кругленькая? Это психушка, это все, это просто нездоровая какая-то фигня. Люди, давайте передадим гениальному гению Сиксу. Я вас слушаю. У меня потому-то всего лишь два аргумента. Два аргумента, которые железны и убедительны. Это работа астрономических приборов. Вот. Это у нас, собственно говоря, тот майкет, единственный прибор, который может подтвердить или опровергнуть идею вращения. Потому что никаких экспериментальных данных, никаких опытов, подтверждающих вращение Земли, не существовало за всю историю вот этого человечества. А вторую аргумент, я еще раз повторю. Работа астрономических приборов, это случает. А. Вращение Земли. Б. Ее геодезическую, в общем, какую-то кривизну. Вот это аргументы, которые можно проверить, подтвердить. Ну, я не говорю, что можно проверить, просто поставить пять палок с нивелиром и выяснить абсолютную кривизну или прямую. Я не говорю про возможность ртутной ванны, у вас нет ни у кого ртутной ванны сделать. Хотя, по идее, всего лишь одна канавка, в которой мы наливаем и начинаем замерять. То есть, ну, все остальное уже как бы не имеет значения, потому что это косвенное подтверждение. Если кто-нибудь мне скажет с рукой каким-то аргументом, я послушаю. Ну, я механик по своей психологии, поэтому для меня какие-то абстрактные расчеты не работают. Если я знаю, что самолет летит в горизонтальном полете, у него горизонтальные рули, и когда ему надо опуститься, ему надо опустить, поднять хвост, сеть закрыл, и тогда он начинает опускаться. И летает он по гироскопу, как плавают подводные лодки, то есть строго параллельно с силовым линиям Земли. Вот простой полет самолета, который осуществляется десятками тысяч, сейчас, каждую минуту нашего разговора, у них стоят все их рульные высоты в горизонтальном положении. Это горизонтальный полет. Это вот техническое условие, это идея подъемной силы крова, при котором у нас расчет, что сила поднимается, и когда ее толкает, так или иначе, движитель, вот сила движительного равновесия, это и сила, и мы совершенно спокойно идем в горизонтальном полете. Никакого изменения курса в современном братьев Райт не существует. Вот, собственно, я это сказал, больше я не могу ничего добавить. Право! Народ, один момент. Я вот запомните, самая главная беда всех, когда начинаете вылезть в какие-то расчеты. Вот существуют регаты на яхтах. Я, например, прозанимался лет 8 у нас. Ну, правда, на водохранилище, естественно, не на океане, но, по крайней мере, представляю. Поднимите вот эту проблему плавания яхт. Вообще на парусах. Запомните, бомбар, планно-спасательный, как бы такой небольшой шлюпки, типа, похоже, знаете, на нашу каное. И там был простой, туристический вот такой вот парус. Так вот, все зависит, прежде всего, от силы ветра, которой вы попадаете в ветропоток, у вас придут кустроить бадивинт или бакштаг, как угодно. И тогда у вас скорость может возрастать, бог знает как. Здесь это не показатель чего. Когда вы говорите, что там плавал 8 месяцев или прочее. Я не знаю, сколько плавал кого-то, потому что доверять всем источникам прежним бред силы и кобылы. Вы просто берете соревнования, регаты, яхты. И когда вы смотрите, что если у вас какой-нибудь лимаран поднимает, все свои стекселя и брымселя, он плет совершенно спокойно под 70 километров и хоть бы к ныне, хрен по деревне. А если ураган, он, наверное, до 100 дойдет. А можно в тихом ветре поплыть где-то 25, там, 20, 15. Это не показатель никакой. То есть, вот, просто вы вспомните разнообразие. Кстати, абсолютно согласны. Это, ну, нет абсолютно критерия в данном случае. Потому что если есть ветровые потоки, где-то попали в какой-то посад, например, вот, ну, как обычно плавали всегда через океан, то есть посад и мусон, то есть вот туда и сюда. И так проще. Вот он и пьет, этот корабль. Так все просто. Посмотрите, пожалуйста, ролик Юрия «Сверхчеловек-Конюхов». Там отвечается на все вопросы, как это ему удалось. Юра высчитал чисто математически и все. Не надо никаких там, это, фантазий. Кто-то там куда плавал. Нам сказали, что Гагарин летал. И что теперь? Ну, честно говоря, у меня эта теория «Соса» тут вообще, как сказал. Построена на сказках, или что-то там «Соса» — это иголка. Но это неправдоподобно. Зачем сейчас так активно популяризируют теорию плоскости земли? И к чему это приведет в итоге в современном мире? В двух словах. Короче, фишка в чем? Вот, к примеру, есть человек, он хочет питаться. А есть у него 100 кроликов. Он этим 100 кроликов, ну, Серега Тарасов бы сказал бы «бараны», но я скажу «кролики». Он им внушил, что вот этот вольер — это ваш маленький мир, и бежать некуда. И сам их выращивает и питается. То есть вот эта верхушка, так называемая, она нас держит неведение для того, чтобы нас использовать и в хвост, и в гриву во всех всевозможных вопросах и проявлениях. Если мы будем знать, что за горизонтом мы поворот, и можем плюнуть и сказать «мы пошли в другие земли жить», то все, как же королей-то удержать? Кролики-то разберутся, кушать-то будет нечего. Дядя Андрей хороший мне паздал. Теперь кто мне будет говорить, что сотовая земля не существует, он меня оскорбляет. Подождите меня, возможно, если у вас, потому что вы ни с какого аргумента не привели. Ничего себе! Я доказал, что сверхдержава не в состоянии показать нам Антарктиду. Ни одна сверхдержава в мире. Если сверхдержава не в состоянии показать нам Антарктиду, значит я абсолютно прав. Ну вот в двух словах, две строчки, этот человек мне, группа поддержки пишет, Слава, сообщи, что лампочка солнца доказывается даже тем фактом, что она меняет цвет. Если красная, то затухает, если ярче, то желтая. В принципе, правильно. Солнце меняет цвет за счет, как говорится, накаливания. И солнце на самом деле не больше иголки. Солнце настолько маленькое, что вы даже себе представить не можете. Вот подойдите к своей лампочке комнатной и посмотрите. Там маленькая тоненькая нить, а дает свет полностью на вашу комнату. То же самое и наше солнце. Там тоненькая спираль. А за счет вот этого, назовем условно, кристалла, оно рассеивается, сияние света на всю ячейку. Вячеслав, вот эта солнца лампочка, как она держится? Это к богам. Они, боги, они всегда очень болезненно воспринимают, когда в их дела влазят. Первый сценарий произойдет, как 200 лет назад. То есть, когда люди прозреют по определенному сценарию, что Земля все-таки сотовая, и их придется обнулить. И опять захосить. И второй, один на миллиард процент, когда по теории больших чисел произойдет... Ну, это очень сложно, чтобы 80% славяно-язычных белых людей поняли, что мир устроен именно так, как говорит Вячеслав Котляров. Тогда есть еще небольшой процент спасения. А так нас всех будут уничтожать. Говорит Вячеслав Котляров. Я создал укороченную версию оригинального эфира с помощью монтажа. Многие видели данную запись прямой трансляции. И столкнулись с тем, что организатор подобного мероприятия сначала пригласил Витю из 16-летнего, известного в интернете как Легион Б, чтобы он не давал мне возможности высказать свои мысли. Ну, а потом, кто смотрел онлайн, столкнулись с тем, что Александр Институт Б полностью отрубил меня от эфира. И поэтому сказать вам до свидания у меня в эфире не получилось. Поэтому я пользуюсь возможностями монтажа. Говорю вам спасибо, что слушали меня в эфире. Спасибо, что слушаете меня в записи. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо вам большое. Всего доброго. До новых встреч. И они всегда очень болезненно воспринимают, когда в их неделах лазят.